Тебе надоело раз за разом умирать от одних и тех же мобов? А на обычный баф у тебя не хватает труды, потому что ты новичок и только начинаешь свой путь? Тебе поможет куб помощи партнера. Он выдается на 30 дней и за каждое его использование ты будешь получать труду, так необходимую тебе для бафа. А каждый 10 день тебе будут выдавать предметы, которые сильно облегчат твою прокачку. Куб помощи партнера может получить только новый игрок. Для получения куба регистрируйся по ссылке под этим видео. А в закрепленном комментарии будет подробная инструкция по его получению. И вперед покорять мир Lineage 2 Essence. И доброго времени суток дорогие друзья. Ну что у нас прошел вторник, открылись новые сервера. А на старых серверах у нас появилась новая акция. Плюс тот самый обмен печати, который мы так долго ждали. И вы, и я все. Абсолютно печати было много. И вот наконец-таки приехал обмен. Давайте же пробежимся по-быстрому, что у нас там есть. И потом откроем, потестим новые коробки. Во-первых, да, у нас поставили новый ивент. Вот, как бы можете покупать трансформу, ходить. Не знаю, насколько это профитно, буду ли я это делать, тоже не знаю. Что-то даже для меня дороговато 15 миллионов отдавать, ради того, чтобы получить там горстку монет. Ну, в любом случае, возможно, я запишу это для ролика, но это уже в будущем. Это что касаемо ивентов. Гильдиал их весов, все-таки хорошая вещь и баф. И, короче, нормально. Особенно для высокоуровневых игроков. 3 миллиона это не так много, но зато профит вроде как хороший. Давайте теперь перейдем к акции. Сундук с сокровищами героя. Да, очередной лутбокс. Ничего удивительного, ничего в нем такого нового, сверхъестественного нет. Книжки вроде есть, РБ пухи, талисманы Баюма. Ну, такое, в общем. Единственное, что здесь я не вижу в списке дропа конкретно в игре. Я не знаю, на сайте, возможно, список отличается. Я не смотрел. Но в игре я не вижу, чтобы был эпик. То есть, РБ пушки вижу, эпика не вижу. Но это еще не все. Заходим к игровому помощнику. Сундук трофеев героя. Этот сундук, который мы покупаем, мы можем обменять на другой сундук. Причем один к одному. Также 100 монет, другой сундук стоит. Здесь также книжки. Плюс здесь сет защиты. Ну, то есть, все связанное с защитами. Также сундук с поясом дракона из расходников. Штормы. Ну, благословение Сайхи. Те же самые печати. И свитки. То есть, я не знаю, какое здесь лучше. Здесь вроде, с одной стороны, Элэски. Лоску ткани. Зачем-то они сюда добавили. Вообще не знаю, насколько это актуально. Потому что уже все это давным-давно ушло. Поэтому не знаю. Ну, здесь есть вот в первых лутбоксах венцы, во-первых. И властители. Это тоже хорошо. Тоже можно открывать. В общем, я думаю, что здесь, опять же, не смотрите на верхнюю часть дропа. Не смотрите вот на щиты защиты. На книжки. Здесь не смотрите на также книжки и пухи РБ. Смотрите на нижнюю часть, хотя бы до серединки. То есть, это более-менее тот дроп, который может вам упасть. И здесь сами выбирайте. Нужны вам венцы и властители с ЛС-ками. Не нужны лоскуты тоже, кстати. Либо вам нужны точки блески, проклятые или пояса. А, ну здесь тоже есть властители. То есть, разница только венец, венец или пояс. Вот выбирайте для себя. Я думаю, что это вся разница, которая будет в этих лутбоксах. Да. Также печати герана теперь можно обменять. Поэтому радуйтесь, ликуйте. Я думаю, что вы, наверное, это уже все увидели, все посмотрели. Но, в всякий случай, я сакцентирую на этом внимание. Также у нас по 200 печатей 7-е агатионы. По 80 печатей топовые камни, как считают у нас разработчики. Ну и так далее, так далее, так далее. Куклы, все это есть. Тоже наборы. Единственное, хорошо, да, бенир. За одну печать 3 осколочка. Относительно неплохой обмен. Но я еще посоветовал бы подождать. Надеюсь, когда-то нам все-таки дойдет ивент, когда осколки стоили по 300 тысяч в магазине. Поэтому подождем. Ну, также сияющие ларцы. Две печати, один лоренц. То есть, рандомный камень первого левла. Вроде неплохо. Ну что, я не вижу смысла менять сундуки на вот эти. Потому что, как таковой пояс, мне не нужен. Попробуем пооткрывать сундуки с сокровищами героя. И, как обычно, я хочу посмотреть, сколько падает печатей. Это интересно. Да, кстати, если вы не забрали подарок сильфа, обязательно сделайте это. После открытия новых серверов, их обновили не только для новых серверов, но также и для старых. Поэтому можете прямо сейчас открыть. Давайте, наверное, с вами это и сделаем. Еще один волоказ. Не знаю, куда он, кому он. Если у вас его не было, пользуйтесь. Я видел, многие вроде как писали об этом. Открываем дальше. Ну, соответственно, чем выше левел, тем больше будет падать наград. Точки для пушки Адена. Билет в невероятную зону. Ну и так далее, так далее, так далее. Книга свободного телепорта. Талисман Адена. Талисман Евы. Пять банок на лампы. Пояс дракона. И плащ. Вроде все, плащ проходки. В общем, ну, довольно-таки неплохо, я бы сказал. По трофеям. Один плащ, один камень. Первобытный сад. 107 свитков атаки защиты, которые не исчезают. 11 точек на оружие Адена. 466 купонов на соски. Этому я больше всего рад. В общем, много всякой расходки. Приятно и бесплатно. Я бы вам все-таки советовал бы это взять и заюзать. Опять же, бесплатно. А мы пока юзаем свои монеты. Есть 24 тысячи. И плавно переходим к открытию. Я делаю сброс. Покупаем с вами коробки. Так, сундуки героя. И давайте сейчас я, естественно, сразу же куплю 240 штук. Но мы с вами будем сначала открывать 80. Блин, надо было 80 скупить, конечно, чтобы я не промахнулся случайно. Но буду контролировать этот процесс. Чтобы посмотреть, сколько с них упадет печати. Все-таки печати здесь падают. Я думаю, они могут упасть в неплохом количестве. Но об этом мне уже говорили. Не буду врать, что это я сам придумал и увидел. Поехали. Сайха, сайха. Ну, что-то я вроде сказал насчет печати. И печати особо и не было. Ну, вроде как капают. Вроде идут. Так, у нас было 240, да? Это получается до 160. Я должен все это дело спустить. 180, 170. Так. Раз, два. Есть. 43 печати. Ну, что-то как-то печальненько. За одну коробку, конечно, мало. Но в прошлый раз было лучше. В общем. Также за одну коробку венец 2 штуки. 4 властителя. Камень в аксессуары. Камень в оружие. Камень в доспехе. Ну, короче, такое себе. Ну, штормы еще падают хорошо. В большом количестве свитки. Атаки, защиты тоже здорово. Ну, я думаю, мы посмотрели, сколько с одной. Поехали дальше. 43 печати запомнили. Сейчас мы просто откроем еще две. И если что, поделим напополам. Это количество печати. И вот будет более-менее усредненное. Открываем. Не, может быть, когда-нибудь, конечно, мне повезет. И что-нибудь интересное упадет. Но, видимо, не в этой игре. Все интересное здесь мне уже падало. Что-то я из этого на старте хорошо продал отдел персонажа. Ну, а что-то теперь я по сей день ношу и боюсь точить. 60 коробок у нас остается. Ну, давай. Не извиняюсь. Наш голос сел. От волнения, не знаю, либо от чего-то еще. И заканчиваем. Есть. 80 свитков на атаку. 55 штормов. 73 печати. Ну, да, по 30 печати. Как-то такое себе. То есть, ради печати открыть не стоит. 205 цахи. 105 свитков на атаку. 75 свитков на опыт. 5 венцов. 2 камня жизни на доспех. 1 камень жизни. Щит. Кстати, блеска. Ах, они какие негодяи. Байтят меня, понимаете? Байтят. И 2 властителя. Так, ладно. Давайте, у меня есть тут несколько печатей. 116 штук. Я думаю, те, кто давно смотрят мой канал, знают, что я хочу сделать. Прямо сейчас. С третьего раза аж попал. Волнуюсь. Волнуюсь сильно. Сильно волнуюсь. Печати герана. Сколько она стоит проклятая? 20 штук. Ладно, 20 штук я потрачу. Так уж и быть. Это все сделано во благо. Так. Теперь. Проклятая на доспех. Кидаем сюда щит. Нажимаем начать. Ломаем щит. Блеска. Снова кидаем щит. И поехали. Наконец-то. Ну, наконец-то. Это должно было когда-то случиться. И вот именно та точка, которая выпала мне с лутбоксов, оказалась именно той самой. Да. Фух. Ну, все. Эпопея щитом закончена. Я доволен. Хватит. Все. Все. Ну, ребят, вот такое получилось открытие. Если честно, я бы вообще не рекомендовал эти лутбоксы. Сайхи немного. Короче, вот знаете, предпоследняя акция была только на печати. Еще до этого. Или перед этой акцией. Короче, две последние акции. Одна была только на печати. Вторая была только на Сайху. В этой акции попытались сесть на два стула. В итоге ни того, ни другого в нормальном количестве нет. В общем, я бы не рекомендовал. Вот честно. Да, расходка вроде падает, но если у вас ее не хватает, тогда можно открыть. Если же все, что-то еще новое, интересное отсюда вытащить или пополнить кучу Сайхи, залутать или кучу печати. Нет, не стоит оно того. Лучше подождите следующую акцию. Как-то так. Но это мой вердикт. Не стоит сюда заливать. На этом у меня все. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Впереди нас еще ждет много всего интересного. А также оставляйте комментарии от четырех слов. Вот именно по таким комментариям я разыгрываю промокоды на монеты. А в этом месте еще и на расходку. А теперь погнали смотреть, кто же у нас победил по результатам предыдущего розыгрыша. И сегодня заберет заветный код. И по старой доброй традиции в Шпингале, чем ссылку на предыдущий ролик. 2100 просмотров, 146 лайков и 191 комментарий. Спасибо большое за поддержку и за лайки. Вот исправляйтесь, уже приятно. В этом месяце будут разыгрываться помимо промокодов на монеты, промокоды на расходку. Поэтому будет либо 3-2, либо 2-3. В общем, сегодня разыграем 3 промокода на расходку и 2 промокода на монеты. Начнем с монет. Первый победитель, который заберет 800 монет. Константин Самсоненко. ГЦ 50% большой шанс, я себе Орфина тоже отыщу. ГЦ тебе, Константин, спасибо большое. Да, 50% нормальный шанс, но в этой игре, если он не равен 100%, то уже есть большой шанс зафейлиться. Поздравляю, первый код на 800 монет твой. Второй победитель. Техно темная сторона. Ролик забавный, ГЦ с эпиком топи. Спасибо большое, а я тебя поздравляю с кодиком на 800 монет. И первый сейчас у нас победитель идет, который получает код на расходку. Беломор Феллини. ГЦ тебе с колечком, дядя. Спасибо большое, а тебя ГЦ с промокодом на расходку. Второй победитель. Алексей 62рус. Мне только первые левелы камни падали ГЦ с эпиком. Спасибо большое. Да, камни падали, к сожалению, всем я посмотрел первого левела. Никто не написал, что кому-то из подписчиков упали третьего и выше. Ну, первые камни тоже хорошо ГЦ, Алексей. Поздравляю тебя, твой код на расходку второй. И последний победитель на сегодня. Киллхак. Тоже хочу АК, только сразу плюс четвертое. Вот тут я, кстати, не понял, почему не сразу плюс пятое. Но, все равно, идея хорошая. Главное, достигнуть этой цели. Старайся и все обязательно получится. Поздравляю, твой код на расходку. Господа победители, не забываем отписывать мне в ВК или в Дискорд. Обязательно прикрепляйте свой скриншот YouTube аккаунта, чтобы я знал, что это действительно вы. Ссылки на Дискорд и на ВК есть под этим видео. Найти меня не сложно. Но, кто не выиграл, не расстраивайтесь. Прямо сейчас пишите комментарии от четырех слов. И, возможно, в следующий раз уже вам повезет и вы заберете заветный код. На этом у меня все. С вами был душой молодой. Читая начал заговариваться. Всего вам хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного, кто пожелает. Удачи вам и не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok